Сказочный дизайн и увлекательные миры всегда были двумя основными отличительными чертами приключений Бенуа Сокова. Даже в своей последней работе бельгийский художник не разочаровывает. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Бенджамин Браун, и я приветствую вас в последнем обзоре Games Global. На этот раз я, возможно, сыграл последнее приключение Кейт Уокер в мире Сибири, как и раньше, для вас. Еще в качестве предварительной информации. Все игровые сцены взяты из версии для ПК, так как преобразование консоли не появится до более позднего времени. По техническим причинам игра идет только на средних деталях. В текстурах качество тени и ко, соответственно, немного больше, чем видно на моих снимках. Несколько лет назад мое ожидание, во всяком случае, было велико, когда серия Сибири 3 все же должна была найти продолжение. Хотя первые два приключения главной героини Кейт Уокер не были лишены слабостей. И в этой стране, кроме того, он посредственно локализовал увлечение автоматами, владеление, загадочным кочевым народом, джуко или общим сказочным чутьем и атмосферным эффектом искусной графики. Но я тоже с трудом мог уклониться. Сиквел Сибирь, мир определенно способен простить и забыть слабого предшествия. Если повезет, у вас там все еще есть ваше досье. Демуазель Лени сказала мне, что музыкальная академия находится рядом с музыкальной площадкой. Возможно, миссис Вагнер знает больше. Кейт находится в начале сюжета, который непосредственно связан с событиями предыдущего года в 2004 году. Все еще на соляной шахте в Сибири. Там она должна работать подневольной работницей вместе со своей подругой и, очевидно, также любимой Катухер. Случайно Кейт удается сбежать, на которой она находит картину 1937 года. Второй игровой уровень в игре. Молодая женщина. На этом Кейт как будто вырезана из лица, поэтому героиня решает узнать больше о личности женщины. Таким образом, вполне понятная мотивация Кейт, хотя это только условно, и все же поиск следов как бы интересен, как бы интересен. Это также связано с тем, что вымышленный сценарий, смешанный с реальными сюжетами из нашего мира, имеет множество параллелей с тем временем и террором национал-социалистов. Так зовут чрезвычайно одаренную музыкантшу Дану Роуз, так зовут разыскиваемую женщину из меньшинства, которую преследуют нацисты, упомянутые в коричневой тени. Что случилось с Даной? Жива ли она еще? И случайно ли сходство с Кейт, несмотря на не совсем высокий темп повествования, неизменно раздражает, чтобы раскрыть предысторию? Господа, категорически запрещено сообщать цели или детали кому-либо за пределами нашего круга. Действие, как я уже сказал, происходит на нескольких временных уровнях, в основном в 937 и 2005 годах, а также преимущественно в городе, похожем на Петереск. При этом он, соответственно, поочередно выполнял роли Кейт и Данны. Если изначально два временных уровня все еще строго отделены друг от друга, то в дальнейшем они все больше сливаются. Это относится к повествовательной стороне и постановке, например, когда во время разговора с очевидцем сцены обоих времен, так сказать, накладываются друг на друга. Но слияние временных слоев также происходит и криво. На центральной площади вагона примерно должен быть активирован оркестр автоматов, построенный Хансом Перетбергом, в нынешней части. Комбинации или правильные настройки для каждого устройства вы найдете только в прошлом и должны прочитать их соответствующим образом. Я не играю в это особенно требовательно. Кроме того, доступна внутренняя вспомогательная функция игры, в которой главные герои дают советы в форме комментариев. Однако задачи и взаимодействие с окружающей средой в целом кажутся более естественными, интегрированными в мир, чем во многих других классических приключениях. Причем Сайбирия, The World это пока лишь частично в классическом стиле. Большинство из них идет парами. Точка и щелчок в целом чувствуют себя хорошо и комфортно, несмотря на небольшие хитрости, например, при прямом управлении персонажем, даже с геймпадом. Снова и снова при этом нужно было бы вращать 3D-объекта в инвентаре и вне его. Это относится, например, к этому похожему на ежа автомату, в котором механическое сердце Кейт из первых частей знакомого спутника Оскара находит новый дом. Вы можете себе представить, что это новое появление приятеля Кейт постоянно приводит к забавным ситуациям. Но здесь и там взаимодействия могут немного походить на трудовую терапию. В этой сцене, например, можно найти информацию в старых видеозаписях. Прикрепите рулоны пленки, откиньте устройство, ставьте пленку, и тогда я не нахожу это плохим. Но особенно в таких сценах, как эта, это похоже на то, что разработчики хотели выбить еще несколько лишних секунд. Эти подходы к увеличению игрового времени вполне можно заподозрить и в том, что катсцены и даже отдельные строки диалога не могут быть удалены. Я сам, вероятно, использовал бы эти возможности довольно редко, потому что, хотя темп речи время от времени слишком медленный, и даже в пробной версии постоянно возникают ненужные враждебные паузы. Мне нравится слушать, потому что даже немецкие ораторы хороши и отчасти также полагаются на ораторов первого уровня обе части. Кто там говорит, пожалуйста, внесите самый важный вклад в сказочную атмосферу, но визуальный стиль и музыка. В первом случае автоматы, известные из предшественников, также играют важную роль. Это просто место, которое кажется знакомым и в то же время таким чуждым, что я просто хочу открыть для себя мир и узнать о нем больше. Поэтому я также хочу взять с собой каждый дополнительный диалог и каждую из многочисленных бонусных задач, чтобы еще больше углубить результат. Другой существенный усилитель атмосферы — это музыка композитора V, и к которому уже было задействовано два в Сибири, а также он сыграл важную роль в саундтреке Fallout 3 и 4. Чисто технически, Сибирь — мир прежде не является шедевром, а также демонстрирует некоторые типичные недостатки используемого движка. Но я не заметил никаких ошибок, подобных запуску в предшественнике. Просто здесь есть, и все же голосовые эффекты, например, слишком сильны. Но это отвратительные мелочи, которые не отменяют общего очень атмосферного игрового опыта, когда я был еще маленьким. Я должен прочитать его. И с этим я хочу прийти к своему личному выводу. О первых двух частях Сибири я тоже мог бы рассказать кое-что плохое. Но как бы плакат на это не звучало, это правда, что немногие игровые миры смогли заинтриговать меня столь же сильно, как здесь. После того, как предшественник меня изрядно разочаровал, по крайней мере, большая часть очарования возвращается к двойному фору. И это тоже без заметных ошибок. То, что в прошлом было игрой N-Interactive, теперь действительно не было само собой разумеющимся. Никаких вопросов. Игривый, несмотря на разнообразие и обычно хорошо интегрированные в сюжет задачи, все же немного подышал бы воздух. Как раз требование загадок остается управляемым для ветеранов приключений. Но несмотря на еще более высокий потенциал, в конце концов все еще остается хорошее, творческое и очень атмосферное приключение, с которым Бин Сокол ставит себе последний памятник в моем приключенческом сердце после его прискорбной смерти. 8 из 10. Всю дополнительную актуальную информацию о Сибирида. Мир вы можете найти, как всегда, в Game of Global Day. Если вам понравилось это видео, как всегда, пожалуйста, оставьте нам большой палец вверх и подписку на этот канал YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok